Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! На наших встречах мы комментируем в рамках небольших лекций разнообразные стихи из книги, очень знакомой каждому верующему христианину, книге Псалатири. И сегодня мое внимание привлек стих из Псалма 67-го, 32-й стих, в котором говорится, читаю перевод сначала на церковно-славянский язык. «Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу». И вот об окончании этого стиха хочется поговорить. «Ефиопия предварит руку свою к Богу». Какую руку, какая Эфиопия и почему этот стих оказывается довольно важным в контексте сегодняшних событий, которые проходят в США, в Западной Европе, а значит, учитывая глобализацию, глобальность всего нашего мира и во всем, во всем нашем мире эти процессы происходят. Конечно же, я имею в виду вопрос, который сейчас очень остро стоит, вопрос чернокожих, вопрос разных расовых национальных меньшинств. И вот возникает у верующих людей вопрошание, а что об этих вещах говорит Библия. Иначе говоря, есть ли чернокожие на страницах Библии, то есть есть ли негры на страницах довольно объемного сочинения, которым является собрание библейских книг. Итак, начинаем издалека. Значит, когда европейцы начали активно взаимодействовать с африканским континентом, и, увы, это взаимодействие было довольно экономически в нехорошем смысле обусловлено. Это была история в основном поначалу сплошной эксплуатации, выкачивания ресурсов из африканского континента. В дальнейшем, в эпоху колониализма, уже были какие-то более-менее паритетные взаимоотношения. Метрополии европейские кое-что и давали африканскому континенту. Дороги, образование, систему какого-то здравоохранения, цивилизацию, ну и прочий язык. Можно там до сих пор найти регионы, где говорят сплошь по-бельгийски, по-французски, по-английски и так далее. Но мы обращаемся ко времени более раннему, когда европейцы в основном лишь выкачивали ресурсы из африканского континента. И тогда, в веке 16-17, главным ресурсом, конечно же, была людская сила. Рабы, да, рабы, они перевозились в американские страны, на два американских континента, чтобы там использоваться в изнурительном, тяжелом рабском труде. И все это, конечно же, не какие-то выдумки пропагандистов из советского прошлого. Это все правда, да, когда читаешь эти детали. Если бытовую сторону этой транспортировки рабов, а до этого охоты за ними в африканских джунглях и в дальнейшем их жизни очень невеселую на американских плантациях, то, конечно же, даже люди довольно уравновешенные, историки, испытывают очень сильное, такое глубокое ощущение справедливости, горя, которое было разлито во всех этих событиях, во всех этих процессах. Но вот тогда уже попытались мыслители, такие популярные философы, европейцы, выяснить, да, вот, а что Библия говорит о неграх, да, потому что, конечно же, в те времена, в эпоху позднего средневековья, зарождающегося нового времени, европейцы, им было привычно и обычно интерпретировать, осмыслять окружающие процессы в экономике, в политике, опираясь в основном на библейские тексты. Ну и вот тогда уже возникают разные теории, да, к сожалению, тут такая очень нехорошая черта, в этой черте проявляется нехорошее свойство христианского богословия. Богословие, увы, довольно часто имеет свои функции оправдания окружающей действительности, вот оправдание. Вот если есть реальность такая, что нужно перевозить африканцев, негров в Америку, там их эксплуатировать и считать их неполноценными существами человеческими, то нужно оправдать богословски, религиозно, библистически, библейски эту реальность. Увы, лишь немногие христианские мыслители, деятели говорят однозначное, четкое «нет» господствующие в их время социальные практики. Поговорим сейчас о том, как на основании библии пытались оправдать существование эксплуатации африканского населения. Ну вот, например, такая была теория и довольно популярная теория. Многие европейские просвещенные люди, вот, например, Парацелес, считали, что негры – это так называемые преадамиты. То есть люди, которые, ну или как, говоря, в кавычное слово использовать люди, эти существа чернокожие появляются до Адама, вот, и на основании этого, раз они преадамиты, делаем вывод, тогда они несовершенно, не целиком человечны. Они не совсем люди, потому что люди – это дети Адама, а негры – это есть дети, которые не Адамовы. То есть как будто бы Бог творит сначала кого-то, кто у него, может быть, не получается, или какие-то полу… люди, полуживотные, и вот от них-то и идут африканские жители. И эта теория оправдывала, точнее, объясняла какие-то очень неясные моменты, связанные с первыми главами книги «Бытия». Вот, например, мы знаем, что у Каина была жена, да, вот, у Каина была жена. Но какая же была жена? Где он нашел себе жену? Он что, женился на своей сестре? Ну, ведь он еще был, во-первых, сама по себе эта практика является не совсем правомерной, легитимной, нормальной. Во-вторых, он же был изгнан из семейства, потому что был брата-убийцей. Вот. Где он нашел себе жену? А вот там вот, оказывается, женщины из рода приадамитов, то есть негритянки, так можно сказать, были его женами, были его гаремом. Вот. И тогда еще более усугубляется положение негров, потому что они еще и дети Каина. И вот Каинова печать, печать брата-убийцы, и выражается, проявляется в том, что у них черный, темный цвет кожи. Раз они приадамиты, они не совсем люди, то какая-то у них не совсем такая человеческая душа, они отчасти ущербны. И вот эта теория, увы, да, это ужас, но она, в принципе, была очень популярная и в 20 веке, и оправдывала многие практики неравноправия, которые присутствовали и на африканском континенте, и в американских странах. Другая теория, правда, она гораздо более древняя, она уже зафиксирована в Талмуде, но вот считается, что все-таки они адамиты, да, они от Адама, да, они люди, но люди, которые имеют на себе печать проклятия. Вот их чернокожность является выражением этого проклятия. Чьи они дети? Они каиниты, вот. И даже такая есть интерпретация, описываемых в книге Бытия Реалии. И так Каин приносит Богу жертву, дым от этой жертвы не идет к небесам, то есть Бог не принимает приношение Каина, как будто бы дым возвращается обратно на Каина, и вот у Каина кожа темнеет, да, и поэтому у негров темная кожа, потому что они каиниты, потомки Каина, носители какого-то проклятия, да, и в этом отношении оправдано европейцам использовать их как вот такую вот рабочую силу. То есть эта теория, хоть она не европейская, даже не христианская, она скорее такая ранее средневековая, представлена в Талмуде, но она тоже оправдывает неравноправное существование людей с белой кожей, со смуглой кожей или с темной кожей. Ну и наконец еще одна, да, вот теория тоже она древняя, она в Талмуде есть, они, дескать, они хамиты, да, вот хам, сын Ноя, человек, который тоже получил проклятие, да, вот мы знаем, что он сделал нечто неподобающее, до конца непонятно, что он сделал, но первое такое прочтение дает нам информацию, Библия дает информацию о том, что он своим отцом надсмеялся, да, как-то вот он его осудил, потому что он был пьяный, вот, и поэтому он был проклят, да, и проклятие выражается в том, что он будет рабом хам и его сын Ханаан, они будут рабами потомства других детей Ноя, а именно и Афетитом, и Семитом, вот так вот. Вот, ну, тоже, видите, получается, эта теория, она оправдывает неравноправное существование двух рас, да, и вот хамовое проклятие, оно обрекает чернокожих на рабское существование, хотя тут, ну, понятно, что уже из моего какого-то изложения, понятно, что все это являются теориями, ну, неправомерными, неправедными, безнравственными, ну, скажем, здесь опровергаю третью теорию, вот, то, что это хамиты, все-таки для книги, для еврейской Библии хамиты, вот, в основном, как раз жители Ханаана, тут никакие негры не имеются в виду, а Ханаан, это, Ханани, это соседи евреев, соседи по Палестине, и вот, как раз вот этим проклятием, этим осуждением предопределяется еще одно, другое неравноправие, но не неравноправие такое межрасовое. В проклятии по отношению к хаму и его сыну Ханану предписывается какое-то подчиненное положение ханаанского, не еврейского, не израильского населения. Тут нету никакой речи про негров и про африканцев. Итак, если мы уже, вот, говоря про эти теории, показали, что никаких африканцев, негров, вот, в этих теориях иметь в виду не стоит, то возникает вопрос, ну, где же, ну, есть, а что, вообще, что ли, нет, скажет, никаких негров в чернокожих в Библии, вообще, что ли, Библия об этом ничего не говорит? Но вот на этот вопрос можно сказать так, и да, и нет. Библия о неграх не говорит в том отношении, что тема чернокожести, да, цвета кожи, нигде, ни в Ветхом, ни в Новом Завете не является предметом богословской рефлексии. То есть, книга Бытия, рассказывающая о начале народов, полов, разных других там явлений, вот, всего мироздания. Книга Бытия объясняет то, почему мир таков, какой он есть. Так вот, в книге Бытия, такой энциклопедии всего мироздания, нет ни одного стиха, ни одной главы, где рассказывается о том, как богословски понимать то, почему одни люди белые, другие смуглые, третьи чернокожие. Нет. Да и в этом отношении, действительно, чернокожих в Библии нет. В Библии есть евреи и неевреи, да, вот такое деление можем об этом говорить. В Библии есть гречники и праведники, в Библии есть мужчины и женщины, в Библии есть люди и животные, но в Библии нет чернокожих, как группы населения, которая объединена вот этим индикатором, этим маркером. У них черная кожа, да, они африканцы. Поэтому такой ответ в Библии негров нет, потому что нигде Библия не акцентирует внимание на то, почему у тебя черная кожа, никаких из этого этических, экономических, социальных, богословских выводов не делается. И в этом отношении для Бога все равно, какой у тебя цвет кожи, все люди равноправны, а не дети Адама. Это все Божье творение, людская раса, единая людская раса. С другой стороны, конечно же, африканцы в Библии есть, и мы их находим, и все эти моменты, они являются очень ценными, во-первых, для африканцев, потому что они осознают то, что Библия не есть Библия белого человека, да, пришедшего, приехавшего к ним из Европы и учащего их, как правильно, почитать Бога. Нет. В Библии есть Африка, в Библии есть африканцы, и вот об этих вот африканцах можно поговорить. Значит, ну, во-первых, конечно же, вспомним очень важную деталь о том, что Египет – это тоже Африка. Так вот, каким бы ни было в настоящее время Египет, это, конечно же, в основном страна арабов, там живут люди, которые имеют светлый цвет кожи, ну, или смуглые, ну, это не чернокожие люди. В древности была примерно такая же ситуация, египтяне были смуглые, да, но это не были такие негроиды, но, тем не менее, Египет – это Африка, а мы знаем, что Египет, земля Митраем, является очень важным пространством, где происходят очень важные процессы, да, это место, куда, где евреи постоянно пережидают какие-то бедствия, куда они бегут, спасаясь от голода, от какой-то угрозы. Египет является очень важным богословским символом, да, вот в религиозной картине еврейского человека, человека, жившего в израильском контексте. Но, опять же, и тут нет никакого акцентирования на цвете кожи. Да и, вообще-то говоря, наверное, не очень-то большая была разница между смуглокожестью израильтян и немножко более такой насыщенной смуглокожестью жителей Египта. Но нас интересует сейчас другая часть Африки, и это уже настоящая Африка, Африка африканская. И там уже живут настоящие чернокожие люди, вот, и об этих чернокожих людях, которые есть в Библии, сейчас можно поговорить. Ну, конечно же, имеется в виду некая страна Куш, да, так она вот пишется, называется, звучит, страна Куш. И эти кушиты являются довольно частыми гостями на страницах разных книг еврейской Библии, Ветхого Завета. Ну, вообще, в древнем мире и даже вплоть до эпохи великих географических открытий очень была большая проблема с географией у древних, и не просто людей, а древних писателей, да, они постоянно путали. У них путались какие-то регионы, названия народов, страны и так далее. И поэтому есть некоторые споры, где же нам локализовать эту странную землю Куш, да. И учитывая то, что вроде бы река, которая омывала Эдем, выходила из Куша, возможно, даже, возможно, Куш находился в Месопотамии, да, вот такая даже есть Феросия. Но все-таки в дальнейшем локализация делается более конкретной, и страна Куш – это есть то, что находилось на территории либо вот современного Йемена, это южная часть Аравийского полуострова, либо территория, которая находилась по другую сторону от Красного моря. Вот это территория современной Эритреи, Эфиопии, Судана, ну, может быть, Сомали и так далее. Вот этот регион, скорее всего, назывался Куш, да. И очень часто переводчики, однозначно, чтобы было понятнее нам, переводят этот регион, немножко, правда, как бы огрубляя, что ли, или как-то конкретизируя, или модернизируя, что ли, то, что пишет Библия, называет, короче, называется эта страна Куш, с нам знакомым словом Эфиопия, Эфиопия, Эфиопия – страна, находящаяся на африканском роге, и там живут чернокожие люди. И вот эти чернокожие люди – Кушиты, выходцы из региона Куш, возможно, можно сказать, Эфиопия, да, вот они являются частыми героями на страницах еврейской Библии. И Нового Завета тоже, да, потому что, помните, евнух царицы Кондакии, Эфиоп, он был одним из первых обращенных людей, он не был язычником, был каким-то человеком близким к иудаизму, вот он был паломником, но его обращает апостол Филипп, и вот он оказывается христианином, и, возможно, эфиопское христианство появляется именно с этого человека. Ну, что мы знаем еще, да, вот, что можно сказать еще про кушитов, про африканцев в Библии? Ну, вот ряд таких вот интересных наблюдений. Еврейское слово «человек» – Адам, Адам, оно близко этим логически, и даже вот совпадает с названием цвета «красный», вот, красная, красная земля, да, красная глина. И, возможно, вот в этом таком созвучии, созвучии «человек красный», «красная глина», какие-то обыгрываются древние представления о том, что вот Бог берет красную землю, красную какую-то глину, тот самый прах земной, который упоминается в книге Бытия, именно из этой земли делает Адама. Вот поэтому изначально у Адама была такая вот красная кожа, он был краснокожий, да, или темнокожий, да, а в Эфиопии живут эти самые темно-краснокожие люди, такие вот отдельно эфиопская раса, которая, впрочем, может быть, названа грубо довольно, все-таки неграми, да, чернокожими людьми. Так вот, возможно, Адам был сотворен таким темнокожим, и это вот наблюдение такое библейское, оно очень изумительно совпадает с выводами современной генетики, антропологии, археологии, которая действительно говорит, что да, человечество появляется в Африке, и первые и такая древние люди, они были как раз чернокожими, находят на британских островах останки людей, живших в эпоху Палеолита, это уже были люди современного типа, и они были, оказывается, чернокожими, да, вот такое созвучие, совпадение всегда радует каждого верующего человека. Ну, напомним, еще и книга, я сказал уже, повторюсь, еще раз, книга Бытия, глоба 2, стих 13, написано «Имя второй реки Гихон, она обсекает всю землю Куш». Да, ну вот Куш, это есть та самая Эфиопия, о которой мы сейчас говорим. Еще есть интересная вещь, оказывается, в книге «Чисел» указывается, что жена Моисея была женщина-кушитка, да, она тоже была из страны Куш, из земли Куш, Кушитов, кто имеет в виду? Наша знакомая Сипфора, ну, вроде бы она медианитянка, возможно, другая жена, которая появляется после ее смерти, Хиттура, возможно, она была чернокожая, можно лишь предполагать, догадываться, но вот такая традиция есть, что жена у Моисея была вот такая вот из «Урожденная кушитка». Песня песней, глава 1, стих 5, имеет интересный такой стих. Там написано «Несмотрите на меня, что я смугла, я смугла, ибо солнце опалило меня». Можно перевести слово «смугла» более так грубо, конкретно, «Я черна», или «Я вот имею темный цвет кожи». И поэтому, возможно, как раз вот восхищение, изумление и вот желание воспить красоту у автора этих стихов, будь то Соломон или другой человек, вызывает чернокожая женщина, да, и, конечно же, никакого тут негативного оттенка нет. Она темнокожая и она красивая, да, и в этом проявляется богатство и прекрасность божьего мироздания. Ну и закончим вот наш такой обзор истории всем известной про Соломона и царицу Савскую, да, земля Сава или Шева. Это тоже регион, который соседствовал с Эфиопией, страной Куш. Это, возможно, была либо, опять же, южная часть Аравийского полуострова, либо самая настоящая Эфиопия. И вот оттуда пришла та самая царица, которая нашла общий язык с царем Соломоном, сыном царя Давида. И в Эфиопии есть очень сильные такие предания, легенды о том, что вот у Соломона и царицы Савской была любовь, была взаимосимпатия, родился сын Менелик, и он оказывается основателем династии эфиопских царей. Вот такие вот есть христианские предания христианской страны Эфиопии. Ну, говорили мы еще про эфиопского евнуха. Довольно знаковое событие, и в книге деяний находится место для этого события. Объектом христианской проповеди оказывается выходец из Африки. Вот, африканец, возможно, смуглый, возможно, чернокожий, оказывается объектом вот этой вот миссии проповеди со стороны апостола. Вот, закончим наш разговор вот таким вот стихом из книги «Деяний». Да, «Деяние», глава 17, 26 стих, где написано про отношения Бога и людей. «От одной крови Он», то есть Бог, произвел весь род человеческий для питания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. И, наконец, закончим тем, с чего мы и начали. Псалом 67-й читаем в переводе российского библейского общества. «Послы придут из Египта, кушиты руки к Богу возденут. Царства земные, воспойте Бога, воспевайте Господа». Дорогие братья и сестры, тема чернокожести одновременно Библией обходится, не осмысляется, как-то не антологизируется. Для Библии неважно, какой у тебя цвет кожи. С другой стороны, чернокожие люди, африканцы, являются очень частыми, и, скажем так, желанными гостями на страницах нашей Библии, Ветхого и Нового Завета. Всего хорошего, спасибо за внимание. Партнером нашего разговора, организатором является портал экзегет.ру. Всех благ.